И сплошное обследование в худшем развитии событий, если на финансировании сплошного обследования в следующем году опять не найдут средств, нам придется помогать полутора миллиардов из уже сокращенной программы подальше на сплошное обследование, потому что пока нет, все не говорит, несмотря на то, что в законе такая обязанность у правительства записана, средства финансирования. Итак, у нас с вами около 18 миллиардов рублей, и это чистые субсидии, как мы называем, и миллиард шестьсот на капитальное строительство, поэтому капиталки всех хватит. Это, как всегда, приоритет в те, кто сразу пришел с омаркомплектных документов, и второй приоритет, это значит, есть, то есть, не бросаем, им всегда давали до конца, я думаю, капиталки у нас действительно средств на хорошие проекты хватит. Что мы проводили, мы проводили из расчета белого миллиарда. У нас поступило более 500 заявок, более чем на 3 миллиарда рублей, получили поддержку 168 предприятий на сумму, примерно, 530 миллионов. Это то, что на самом деле мы максимально, что можно было выбрать, то есть, больше, так сказать, достойных проектов, в принципе, не было. Сейчас город остановлюсь на этих основных проблемах, которые мы видели в тех проектах. После этого, в декабре, мы объявили новый конкурс из расчета оставшихся 700 миллионов, но вот после выхода дефицитного плана правительства, мы рассчитываем, что наш бюджет этого конкурса будет, соответственно, 2 миллиарда. Сейчас у нас выбывает конец серебря, в системе заявок порядка 400, но я думаю, что на этом, так же мы за этот конкурс наберем достойных заявок. Всю сумму выводов, поэтому, скорее всего, будет еще следующий этап конкурса. Значит, какие требования? Значит, в конкурсе принимают участие малоно-национные предприятия, потому что индивидуальные предприниматели. Естественно, мы, учитывая измертный порог малого бизнеса, будем принимать заряды также предприятия с объемом до 700 миллионов рублей. Естественно, что решение по неприятию мы будем принимать после уже выхода всей нормативной базы, потому что там в соответствии с антикризисным планом должны быть соответствующие документы выпущены, не имеющие этот порог. Значит, мы тоже, так же, приняли решение после с кризисом, увеличиваем объем субсидий до 15 миллионов рублей, в том же конкурсе, объемом до 10 миллионов рублей. Просим обратить особое внимание на перечень тех видов расходов, которые мы поддерживаем, потому что они проводятся в соответствии с приказом Минэкономразвития, согласованно с Минфином. И очень часто предприятия заявляют те виды расходов, которые мы не можем поддержать. Поэтому внимание, мы будем обратить внимание на этот перечень. Также очень много поступает заявок от предприятий, скажем так, финансо-экономические показатели, которые не соответствуют запрашивать на объемах, скажем так, с налевыми оборотами, с оборотами нескольких миллионов рублей. Они, так сказать, заявляют на большие суммы этих субсидий. Естественно, эти проекты получают достаточно низкие оценки экспертов, потому что у нас в поле этого субсидий по 10 миллиграмм финансовым средствам заложено очень серьезно, неприятное правительство. В частности, создание высокопроизводительных рабочих мест и прирост объемов производства. Поэтому понятно, что предприятия, которые находятся на стартом этапе развития малой вероятности, не смогут эти показатели выполнить. И также хотел бы обратить внимание, что часто предприятия делают заученные обязательства, но рассчитывая, что при таких высоких показателях, перспективах, они получают хорошие баллы. Это действительно так, заложено в формах расчета экспертизы и так далее. Но не забывайте, что мы, естественно, будем мониторить и будем смотреть достижения этих планов показателей. И в случае, если предприятия эти показатели не выполняют, мы будем останавливать финансированные проекты. Также обращаем внимание на то, чтобы, пожалуйста, предприниматели компании, обратитесь, чтобы очень внимательно смотрели на заполненные документы. У нас 18% заявок принято опущены из-за отсутствия полного комплекта документов. То есть есть четвертая перечень. Документы, которые должны быть предоставлены фонду, нужно обязательно все эти документы предоставлять, иначе мы просто не можем принимать решения и проводить экспертизу. Также напоминаем, что региональные власти тоже могут принимать участие в проведении договора. То есть, конечно, принимает решение фонда, нужно отвечать за эти деньги, но мы очень внимательно прислушивались к вашим мнениям. К тому же, кстати, ролик, который играет в проект социально-экономическом развитии региона, возможности предприятия участвовать в генеральный инновационных пластах, предприятия остается. Поэтому просьба также на это обращательная. И также мы напоминаем, что предприятия, которые настоящие поддерживаются фондом, не могут претендовать на поддержку. Поэтому это мы, кстати, направили во все общественные объединения, в деловую, в опору, в ПТП, в СПП, во все организации, которые имеют дело с предпринимателями, информационные письма по этой программе, для того, чтобы они довели их к максимально возможному количеству предпринимателей, в первую очередь, всех инновационных предпринимателей по этой программе. Что касается других кривомиллиардов, которые находятся на техническом плане правительства, речь идет о увеличении масштабов уже действующих программ фонда, в следующий день обходим бюджетный совет, который определит приоритеты. Но однозначно можно сказать, что мы будем увеличивать количество поддержанных стартапов. И хотел бы обратить внимание, что заявок не так много, и надо этой возможностью пользоваться. У нас заявки принимаются постоянно, поэтому тоже обратите, пожалуйста, на это внимание. Теперь к вопросу о мониторинге объектов инфраструктуры. Фонд был в прошлый год получен в проведении экспертиза мониторинга объектов инфраструктуры. Мы этим уже занимались, мы знаем, что проходили публичные защиты бизнес-планов и так далее. Этот формат будет также в этом году тоже применяться. Хотел сказать, что кроме общения с нами в онлальном режиме, мы начали уже поездки по регионам. Мы уже много ребенок проехали в этом году. В первую половину года мы проехали все регионы, которые получили поддержку в 2013 году, и наши эксперты. И начнем уже с регионы, которые получили поддержку в 2014 году. На что хотел бы обратить внимание, что мы уже увидели в проведении первых этих инфраструктурных поездок. Во-первых, очень многим центрам присуща низкая, достаточно открытость деятельности, особенно с малым предприятием. Если мы будем в контроле закупки, интересующие предприятия, знают они об РЦИ, ЦКР. И тогда, к сожалению, очень много случаев, когда предприятия просто не информированы в единстве этих объектов. То есть они, во многих случаях, сайты, либо отсутствуют, либо неактуализированы, не работают, нет ресурсов на услуги, отсутствует у него доступ к порядка отбора получать услуги. А это является одним из требований Минокоммунографии при том, что отборит. Затем хотел бы обратить ваше внимание на несоответствие отчетных данных, которые размещены в АЭС и реальность в речи на местах. Мы ее в АЭС и отборит информацию, а когда приезжаем непосредственно в центр, это вот там не обнаружено. Поэтому мы хотим сказать, что в будущем, конечно, я не могу сказать, что больше не буду. И, конечно, очень важный вопрос. У нас есть ОКЦы, которые являются профильными, и в рамках создания центра по закупалу с оборотами достаточно значительные деньги. И при этом, когда вы писали заявку, вы, естественно, декланировали в рамках бизнес-плана обрываемость, положили в течение 10 лет определенные бизнес-планы по использованию подбородованию, по объему оказанного услуга, к сожалению, в сегодняшний день мы констатируем, что подбородование это очень слабый спорт, в случае, где-то от нуля до нескольких миллионов рублей в год. Вот, просто, вообще, надо обратить внимание, и если в этих центрах начнется активное использование подбородованию, то у нас у всех с вами будут большие неприятности. Вот, и если мы даже констатируем, что в кончительной сеть случаев мы наблюдаем отсутствие документов, подтверждающих выполнение КПИ и проведения запланированных мероприятий. То есть, добра, с исполнителями, срок отчетами, с данным указанием. То есть, вообще, я хочу обратить очень серьезное внимание на документальное подтверждение деятельности объектов на зону института. Значит, мы, значит, хотел обратить внимание, что в этом году мы будем очень внимательно смотреть документы, которые по этим мероприятиям в районных центрах были как проводить. Если мы в прошлом году, значит, лояльно относились, то гораздо проще относиться в этом году. Значит, теперь относительно инспектов и энергетические поддержки. Значит, мы понимаем, что процесс сложный, конечно, очень много вопросов возникать, поэтому мы попытаемся обеспечивать соответствующие методическими материалами. И в прошлом году мы совместно со спектром Международного центра инженерии инновации и деловой оси, которые наслали всем центрам классного развития, РЦИ, методические рекомендации по основным вопросам деятельности этих объектов. Но на этом работе не заканчивается. Мы еще дополнительно будем так же формировать методические материалы и формулировать. Также, как говорится, мы в этом году планируем. В прошлом году мы уже начали такой образовательный семинар по руководителям центров. В этом году эта практика будет продолжена. У нас будет определенная образовательная программа как внутри России. И также будут в этом году организованы ряд стажировок менеджмента ЦИЦКР за рубежом. В нем более разных центров инженерии и центров классного развития. На Костоянском и Нижнаменском форуме мы вам предъявляем подобную программу. Когда и что будет проходить, чтобы вы могли уже заложить в свои бюджеты соответствующие средства на эти образовательные мероприятия. Относительно конкурсного отбора, уже заявок о мероприятии инновационной инфраструктуры на этот год. У нас просьба до конца следующей недели по возможности направить в фонд уже ваши предъявления заявки. Как Наталья сказала, и глобальных изменений относительно требований к объектам инновационной инфраструктуры не предполагается. Поэтому вы можете уже сейчас как можно быстрее готовить заявки. Причем мы это просим. Если вы до конца следующей недели нам направили предварительные заявки, мы к Казнаевскому экономическому форуму постараемся их проанализировать и довести до вас наше совещание, возражения экспертов, что нам не нравится и на что нужно обратить внимание, чтобы потом уже во время официальности заявочной компании вы эти недостатки отключили. И несколько слов о том, что для Наталья, по международной программе, по центру и региональных интервьюционных центров, значит, действительно, мы считаем, что наш советский успешник нам удалось писать соглашение с первой комиссией, чтобы таким образом сохранить силовые связи России. У нас есть предприятия с европейскими партёрами. В прошлом году с одной консорциумом СССР и СССР и СССР, и СССР, и СССР, и СССР, и СССР, и СССР направлены. Мы сейчас внутри себя отрабатываем и делаем, потому что у нас с дополнительным органом, который, как говорится, все внутри будем снимать. Хотел бы тоже обратить ваше внимание, что сейчас можно скорее готовить заявку по региональным центрам. Мы на следующий день направим уже вам все требования, технические задания и так далее, потому что эти все центры должны быть сертифицированы и получить одобрение по консорциуму в соответствии с деменом Еврокомиссии. Поэтому тоже пользуясь, это дело, как и не откладывая, время мало. Мы понимаем, процесс непростой. В инфекерации центров, у них там было раньше два вида центров, которые не оказывали по, в основном, интуи, так сказать, консультации по просто бизнес-коперации, интуи центры больше занимались вопросом технологической атмосферы, а сейчас все центры, потому что у нас серийный услуг, поэтому во многих регионах этот процесс нормально идет, но там, где еще до конца не договорились, будут какие-то федерационные эти процессы, переговорные быстрее закончить и готовить совместную заявку. Ну и в качестве информации хотел нас поинформировать, что фонд назначен, ну, определенным как национальный контактный точек по программе «Горизонт-2020», и поэтому если у ваших регионов есть предприятие, которое становится участниками вот этой европейской программы, предложение седьмой рамочной программы, то они могут подвращаться фонд за соответствующие финансовые поддержки. Спасибо, Николай. Ну, сейчас в разные периоды, первоначально мы ожидаем получить анкеты от регионов, а потом все-таки от партнеров, и в конце наиболее длинный срок мы предоставляем анкеты и ждем анкеты. Как сказала Рябин Гюрина, у нас к 1 мая, соответственно, должно быть все закончено, поэтому, к сожалению, на текущий момент статус у нас не очень утешительный. Вот, пожалуй, следующий слайд. Как я сказал, три вида анкеты, которые есть. По каждой из анкет представлено различные формы предоставления. Открыт сервер, открыта электронная почта, может быть предоставлено в бумажном виде, открыта горячая линия. То есть, в принципе, предоставляют анкеты и от регионов, и от партнеров, и от МСП, можно во всех возможных вариантах. И мы, как бы, активно в этом участвуем, помогаем вам. С точки зрения количества полученных ответов, целевое значение, как мы говорили, 270 тысяч МСП, когда мы планируем обращать им текущий момент, к сожалению, получена анкета в районе 4 тысяч. По организационной инфраструктуры, из целевого значения 485 анкет и участников, полученных, к сожалению, в районе 200, больше всего смущает представление анкета от органов региональной власти. Здесь, к сожалению, значительное количество регионов, 24 региона, не представило вообще анкета по своему управлению. А вот сейчас мы дальше, как раз можно, нам дальше. Начнем, наверное, с лидеров вопроса. Большое спасибо, прежде всего, Республике Адыгея, которая очень активно помогает, участвует и собирается информацию, так же Томповска, Островского, Самаренского, Приморский край, Камчатский, Саратов, Санкт-Петербург, Республике Адыгея, Каминский, Алтазский край. Регионы с непредвидорительной и показательной активностью в действии, это Республике, в связи с обрушением коммуникации, Корея и Адмурской Республике, город Санкт-Петербург, Байкальский край, Иванская область, Омская область, Олимпийская область и Томска. Олимпийская область 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 Ваши восстановления, вот в 53-м прописаны ЭКВЭДы уже изгодили из нового комплексатора. Вот как нам выйти? Вот когда-то по делу старых комплексаторе нам прописывает. И снимок? Всё, это хорошо. Спасибо, Андрей. И другой вопрос. Видишь же обеспечения по экономической деятельности? А как мы знаем, многие юрлица различные дополнительные деятельности прописывают. Они могут это иметь в обходе или наночном, то этого не было. Ясно, спасибо. И к последнему вопросу мы упали в кругу номер 3, где мы обязательно не менее 20% должны иметь граждан, донцев и так далее. Мы, например, с гражданами нам нужны так, с прокуратурой ОПТС, мы там не видим. Можно там побороться будет, если что-то. Это восстановление проекта. У вас в третьей группе, у вас мало-мало предметов. У нас да есть, но гранты не помогают. Мы больше мошенник продержали здесь. Мы не можем. Мы не можем. Мы идем в руках, мы придем на 10 раз. Нет, ребята, восстановление проекта 110. Я там не в центре, я спрошу, что вы делаете собирать. У вас в регионе мало-мало предприятий. Вы делаете что собирать? У нас есть микрофинансовые организации, которые мы развиваем. Мы просто, что вот там есть микрофинансовые организации... Микрофинансовые организации? Вы не менее 20% гранты, микрофинансовые организации, ЦПП. Вы берите все, что угодно. Ну что вот вы поверите в Таракану? Нет, они у нас есть микрофинансовые организации. Не берите гранты. Берите микрофинансовые организации на эти 20%. Пожалуйста. Вот что, вот в чем суть ваше выступление? Ваши составляемы гранты выхрать? Не берите микрофинансовые организации. Мы просто ограничены. Мы считаем, что вам доведите сам кем процентам. У вас мало? Вам просто косичка должна быть больше. И в вашем составляеме таре может быть то, что вы выращиваете. Вы можете использовать все. Все из составляем таре, что вы выращиваете, то, что вы выращиваете. Хотите гранты, хотите гранты, хотите некрофинансировать. Какие вы их финансируете, сделайте цену на центре поддержки принимающихся. Посмотрите, как много выходит. В группе, где мало у вас предприятий. Мало у вас нету. Понимаете? Мы не имеем в виду на двумя, а вот на сей. Нет, я понимаю. Просто я говорю, у вас в рентгарке я гранатичен. Поэтому я на себе приоритеты выставляю. И я не вижу. Вот я лично, и в конце не вижу. Вот в той же пользе, когда направлены в одну время и в сайт. Я не могу потратить двадцать процентов на салон. Я не знаю. 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 Но слушающий, направьте двадцать, а я вас по программировам уже. Направьте двадцать процентов на гарантийные фонды иろфинансированные. Будет сделано, спасибо. Добрый день. Можно я отвечу? Мы разбирались. На самом деле нету постороннего. Все опять подписывали договоры кредитные, с этим подписываться на принципиально. Мы здесь можем только поддержать, опять же, через агентство кредитных гарантий два новых продукта. Здесь надо тоже посмотреть. Когда кредитная ставка сохраняется, но идет дешевление наценки терпения налога. И второе направление, когда действительно нужно подписывать соглашение с двусторонним повышением и поставить ставка. Вот эти два антипризисных продукта мы сделали на совете директоров. Это еще так, вот, к региональным фондам надо внедрять. И мы для этого, на самом деле, чтобы помочь топающим, поправили в нашем приказе. У нас топающая поддержка КРДО, чтобы получать только те, у кого не было просрочено платить кредитов. Мы вот это отключение снимем, потому что, конечно, нам сейчас надо помогать предпринимателям, прежде всего, этих подхватывать. Спасибо. Понятно. Второй вопрос касается плана, первой очереди, я думаю, что мы смотрели на это, на самом деле, если мы хотели, чтобы мы с вами были в бизнесе, там, наряда, на инициатив направленных, чтобы насти уже и налоговый нахуй. Мы делали себе оценку того, что, если сейчас выписали на программу, например, если мы с вами обращаем на МВД, если регионам дать вот этот, ну, скажем, парк, да, там, 6 на 1, то есть, в этом нам надо идти, мы с вами поддерживаем. А вопрос о том, что мы видим, что на территориях вырученые уехали в различных законах. Мы видели, у вас будет конкуренция, это вопрос обсуждался, есть ли сейчас, коллеги, правда, в КСН, у вас есть право падать в 15% и где-то держит 5%, где-то пережили кризис, и кризисы вернулись в 15%. Сейчас, извините, в рамках патентной системы та же ситуация. У вас слабо нужно 10 раз. Вы понимаете? И по упрощению сейчас висемте, патентный. Извините, даже по коэффициентам, если посмотрим, ЕНГД, добавить свежую куниципалитет, может быть, в тысячу раз. Потому что как, а мы 0 до 0,1. Поэтому глобально, на самом деле, логика в этих кризис не поменялась. И сейчас у рекорд этого региона, при желании, была возможность использовать опции и сфортировать действительно более крупный налоговый режим. Мы просто докрутили по тем опциям, где этого не было. По упрощенке подокодов и всех полноценных. По упрощенке и не осуществляют. А, ну это ЕНГД по старту. Это уже по ЕНГД опция в 10 раз, если работать с сфортированными муниципалитетами, то он не отключался. Поэтому там будет, кажется, ничего не возникало. Безусловно, в принципе, мы спрашиваем, что у нас есть проблемы с хорошим. Упрощение обеспечения техники, то, естественно, может быть, более-более-более-более-более. Давайте соревноваться в бедности. Соревнуйтесь успешно. Ну, это интереснее. Согласен. И третий вопрос с вами. Я, конечно, сейчас опять не встречаюсь. Я знаю, есть возможность прав модернизации. Все-таки, если мы все делаем, необходимо программное обеспечение для припаковки модернизации. Да, то есть часть, такая, задраданная, по мнению компании есть. Я знаю, есть, а потом, когда все-таки, опять же, я не знаю, что-то, и я не знаю. Я думаю, что у нас есть, что у нас есть. Есть, мамы, которые есть. Давайте подумать. Здравствуйте. Это понимаете? Какой должно быть? Мы не один из Малтея. Согласен. Нет, у нас есть. Не один из Малтеев. Да. Я противник. Я не будешь в этом. Спасибо. Продолжение следует... 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 Да, оно принимается, оно еще и не принадлежит, потому что они постоянно лизинговаются в коллеге. Это все понятно, что раз оно в лизинге, то они его не купили, и оно им не принадлежит. Хотя они на основные места их поставят. Это система учета. Арганцев лизингов, арганцев лизингов, неважно, есть договор лизинга. Да, лизинговые платежи плачиваются. Субсидирование возможно. Все, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Наталья Ивановна. Вопрос по родиному фонду для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые участвуют в торгах по зонам 144 МФЗ. Можно ли ввести изменения, или у нас это уже законы много, как противоречащие? Приказе сделать, чтобы разрешить выступать на рамках. Потому что банки это взяли, банки ничем не рискуют, зарабатывают на это. А мы их иногда как... Надо же понять. Вообще можно все с самого напомниться готовить их последствия. Значит, смотрите как. Сейчас будут поправки в 44-й. Мы хотят, не то, что мы обсуждаем, апонсирование до 80%. И, может быть, надо у нас пробить, чтобы не только банковская гарантия, но и гарантия региональных фондов по правами зачитать обеспечения. Если мы это сделаем, то... Надо делать в основательном уровне. Здесь мы просто не плановочим готовы. Дело в том, что по 44-й, но в качестве заказа никак не связаны. Тогда все это произвозможно. Второй вопрос. Нельзя ли как-то предусмотреть, допустим, вот здесь разучалось, что субъекты будут наказывать, у субъектов будут из-за этого. А почему не нравится то, как какие-то санкции большим банкам, которые не дали, допустим, региональным банкам участвовать в программе карантинного фонда, это, это, эти крупные сбербанк, ОСП, вошли, но, продержав деньги, или вот и два, ни одного кредита не будет. То есть, за не выдачу кредитов использования гарантия тоже пусть какую-то ответственность повезут. А что вам мешает сейчас в вашем соглашении? Ну, мы вообще накопируем все с федерацией. А как федерально, а как федерально, а как федерально, а как ответственность? Как ответственность? Ну. По полтамьем, фруктов и премьер. Не дожарим пока. Мы все-таки во все-таки требования. А как же удача осталась? То есть, на следующий год, возможно, да? Да, Игорь Михайлович. Да, Игорь Михайлович. В городской области все-таки вопрос по финансированию остался, на мой взгляд. Не взять какой-то прокатеринар, приказ на Минэка по прошлому следствию? Можно. Игорь Михайлович. Ключевой ставки тоже куда включить, что ключевой ставки было в связь. Ключевой ставки. Тоже, что все не было сделано. Я надеюсь, мы будем использовать требования. Они просто с первого и 16-го. И по именам, например, в Минэкзерском, ЕКЦ перенименовали в БРИЦ. В принципе, у нас как бы оснований для... То есть, переименований сейчас в настоящее время нет. В связи с предоставленностью на ЕКЦ. ЕКЦ у нас работают. И если мы просто перенименовали в БРИЦ, то есть, то можно как бы автоматизировать? Нет, у вас может работать ЕКЦ, просто мы не получим сигналсирование. Я думаю, коллеги скоро вас отрежут от европейцев. Это же не вопрос... Нет, там есть какие-то у нас таки сверху. Нет, это же вопрос, что я не хочу. Это контракт с европейцами. Он подписан на определенные условия. Понимаете, ЕКЦ не существует. Все, уже такого соглашения с Европой нет. В декабре месяце. Есть любое соглашение, понимаете? А остатки, ради бога, новые деньги уже не будут давать. Почему будут давать на КПД и на КПЦ? В концерте, там еще вопрос такой. Какой был? Семь из группы в смене парки делали 8%? Нет, только на промышленной комиссии. Да, как ясно. Мы будем отсидать в апреле. Честно говоря, я не знаю. Документ получился. Где будут не считали? Там вот оно будет под кольцом. Там она рассматривается в смене. Это очень смешно. Ну, у них. Ну, там уже никак не смотри. Я не знаю. 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 Скажем, что давайте один раз в год этого править смеху. Но я хочу сказать, что это будет всегда сложный динамент сенсу через стомовую комиссию через доказание обслуживания. Это не дело сегодня возможно. Мы еще никому было не отказали этим за ними сметь. Но штамповать бесконечную за ними смеха это критерический путь. Считайте, что у вас есть право один раз в год уменять смех. Будет нудно, долго и неприятно, и придется ждать. Поэтому вот в таком уровне должно быть положено. Комитет Центрального комитетного палата подходит в высшие акции, в действительности и большинство районных организаций. В кафете КАЗ в 2015 году будет подтверждаться участие в выставках. В прошлом году было такое мероприятие, приоритетное компенсация выставки в выставках. Через инфраструктуру. Ничего не могу сказать, но через инфраструктуру. А через какие конкретные? Центры поддержки предпринимательства, рецепции, рецепции, то есть центры экспорта. Ну, когда много это, что конкретно, а какие-то лучше правильные, А вот это и все, это надо, наверное, к приему. Понимаешь, тратить свои силы на вот эту рекомендацию? Советы Российской Федерации знают, что он через инфраструктуру поддержки может привлечь средства федерации на исключение участия в выставках. Вот он повезет их с фактером, он сосредоточится на инновационных товарах, он будет заниматься предприятием народного художественного промысла, сделает он участие в 20 выставках в одной выставке. Вот это на уровень решения региона, понимаете? И кто за это ответил? Это это центры, подняли предпринимательства, наоборот, и регионов за это включают. Я не могу сказать, что надо в Великобритании, Владимирской области, Великстану, Коми. Чем я понятия не имею. Просто говоришь, что направление надо поддерживать. А вот такое количество предпринимателей, а какие мысли? Тогда, потому что это решение регионов, а перенитратикой. Единственное, что Комистров собрать, если кто-то действует коллег, я еще вопрос. Это определение региона, то есть, почему они приоритеты, которые приоритет к врачу, где-то это нужно подпекать. Потому что в радие с точки зрения управления деньгами, в радие все мероприятия, как совмучение, которое разыгрывает способ к четвертому ДРПС. То есть, все с одного уровня инфраструктуры, но для этого приоритет к врачу. То есть, это все уходит в снижение, не надо делать отдельные мероприятия. Просто снижение, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, как врачи, как врачи, как врачи принимаются. Какие люди не нужны, чтобы врачи, как в центре проведет пара, как врачи и врачи, если они, как женщин, какие-то приоритет и приоритетов,海. Но как регион должен сформировать, приоритет, везет ли, не знаю, на газах принимать не можно? Реиver than yourself. Но можно сказать, что... ...выходы, внимательные, заниматели... ...участие сельском, руководителей, шахиста... Я, ну, не знаватор, но в таких... Больше у меня, к сожалению, средств в этом году нет. Но признанные, внимательные условия, я могу вывести... ...соответственно, группы, соответственно, эксплуатации. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...